Здорово, друзья! Брателло на связи. Сегодня разбираем очередной матч КХЛ между Трактором и Адмиралом. Ставьте обязательно лайки или дизлайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, и контент выходит регулярно. Так что давайте максимально поддерживать этот канал и максимально продвигать его. Я думаю, ничего сложного не составит. Также не забывайте про два моих телеграм-канала. По ссылочкам ниже основной, там очередной плюс. 17 плюсов за 21 день в бесплатном канале с полной росписью каждого матча. Думаю, это уровень, я про него даже говорить ничего больше не буду. В лайве также ссылочка, там ставим ставки в лайве. Кто любит такое, присоединяйтесь, буду рад. А так, можете никто не подписываться, мне вообще по барабану. Погнали по матчу. А, ну давайте еще про приват скажу, про платные обязательно. Надо же немножко похвастаться, погордиться собой и ребятами, кто мне доверяет, и ставят вместе со мной. В общем, матч, помимо того, что на Ютубе был разбор Sky, я говорил там 1х2 больше, это все на изи зашло. Сверху я заходил в привате, который стоит 5000 рублей неделя вместо 14 тысяч рублей, если брать каждый день. В общем, огромная выгода, там очень много плюшек рассказывал в прошлых видосах. Кто хочет, посмотрит. Там очередной плюс, 4,5 больше заходили просто спокойненько на этот матч. Ну и платными за коэффициент 2.15 брали Sky, 2,5 больше. И зашло это все, ну просто вот так вот. Это в моей работе, дальше погнали по матчам. По, начну с трактором, ну уже, знаете, у меня уже такое ощущение, дежавю, знаете, вот мы сколько уже, каждый день, поскольку выходят видосы, матчи, ну как бы объективно пересекаются в плане там команд. И сколько мы уже трактор разбирали, честно говоря, не хочется просто повторять. Давайте покороче видосы, кто хочет, там можете откатиться там на начало сезона, там я подробно рассказывал про трактор и так далее. Сейчас это моя самая любимая команда, на данный момент считаю, что она реально там одна из самых сильных на данный момент времени и самой в оптимальной форме. Как они играют в нападение, это просто одно наслаждение. Как они играют в обороне, ну и конечно фукали на воротах, ну или там мыльников, которые выходят, тоже все подтаскивают. И в принципе очень приятно за ним наблюдать. Трактор хорош и продолжает там наверстывать свое, набирать форму, наигрывать там сочетания и так далее. И я думаю, что в этом матче будет максимально тяжело, если брать даже там московские команды, которых они обыграли. Это еще покажется цветочками, мне так кажется, мое мнение против Адмирала. Потому что давайте по Адмиралу скажу так. Команда Тамбиева, я тоже там рассказывал вам про Адмирал, что еще там, не знаю, команда будет строиться до декабря. И пока же только нормальные результаты, и более-менее будет хороший состав только где-то в декабре. И сейчас это все в принципе так и получается. Я не первый год там слежу за командой Тамбиева, сам был у него, то есть у него каждый год все одно и то же. Сейчас он выстраивает там тройки команды, чтобы было кем играть и так далее. Они там залезут в плов, я более чем уверен, там последние там 10 матчей выиграют 10 побед, которые позволят им выйти в плов. Что-то будет вроде этого. Сейчас там и Сошникова подписали, там еще кого-то, еще кого-то. То есть сейчас там идет огромная ротация, это нормально для Тамбиева. И пока вы сами понимаете, когда ты там не понимаешь, что в коллективе одного уволили, там третьего уволили, этот пришел, этот ушел, это очень тяжело. Поэтому это пока все на грани такого выстроения. И показывать результат, я думаю, еще нужно подождать для этого. Но сейчас уже понятно, что не будет тех счетов, когда там они играли у себя дома, да, недавно домашнюю серию, там, когда всех выносили и так далее. Скорее всего этого уже будет не видать. Либо тоже может быть на домашней арене, на домашней серии, где где-то команды будут приезжать на восток и офигевать от там адаптации и так далее. Здесь возможно. Где они за счет своего катания, за счет давления, за счет там силовых приемов будут что-то забирать. Сейчас играют в Челябинске, ну, Трактор, я считаю, здесь фаворит. И, честно говоря, не стану рассматривать на миллиард ставок, потому что вот с Тоталом больше, ну, сможет Трактор им там забить штук шесть, тогда он пройдет. В Адмирале я максимально не уверен, то есть, да. А Трактор сможет ли это сделать, потому что будет вязкий хоккей. По-любому. Адмирал будет навязывать свой уже вот этот плей-офф на хоккей. Будет максимально тяжело, а могут рассыпаться. То есть, я про Тоталы говорю то, что, ну, очень тяжело гадать. Пишите обязательно свое мнение по этому матчу. Мне интересно, что вы думаете там, да. Многие пишут там вот на брошь ТБ, ТМ. Я потом там перехожу, пересматриваю. Интересно, да, там, кто как размышляет. Есть кто вообще просто, ну, пишет вот так рандомно. А есть кто действительно там что-то выражает свою точку зрения. Мне всегда интересно. И думаю многим. Так что пишите комментарии. И я здесь просто бы зашел на победу в основное время за 1.70 Трактора. Там даже 2.5 за 1.50. Ну, по сути, должно заходить. У Трактора очень все сильно. Но недонастроя не должно быть. Все-таки, если там брать недонастрой против того же Сочи, я могу понять. Против того же, я не знаю, ну, кто у нас еще там такой. Кун Лунь, может быть, я могу понять. Но против Адмирала никогда никто там не ловил недонастрой. Потому что команда всегда очень такая сбитая. Очень всегда нервишек подкидывает. Поэтому, я думаю, Трактор выйдет заряженный. И просто победа в основное. Не жду тут никаких сюрпризов. Потому что Трактору тоже там терять очки вообще не в тему. Как бы они там на ходу. И нужно забирать победы. Класть себя в копилочку. И дальше потом уже набираться через эту уверенность. В общем, спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на телеги. Подписывайтесь на канал. Ничего не пропускайте. И, конечно же, ну, давайте активности побольше. Комменты и так далее. Все. Всех обнял. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok